Добрый вечер! Добрый вечер! Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Ганцевщина имеет возможность работать лучше и эффективнее. Это неоднократно подчеркивал глава области Константин Сумар в ходе рабочей поездки по Ганцевичскому району, которая прошла 19 ноября. Программа мероприятия была более чем насыщенной. Посещение социальных и медицинских учреждений района, торговых объектов, а также вспомогательной школы-интерната. Однако акцентом рабочей поездки губернатора стала встреча с населением Ганцевичского района. Какие проблемы региона сегодня являются для жителей Ганцевщины наиболее актуальными, узнаем из материала Виктории Драгобецкой. Ганцевическая вспомогательная школа-интернат – первый объект, который посетил глава области Константин Сумар в ходе рабочей поездки. Сегодня в этом учреждении образования получают знания, необходимую поддержку и развивают свои способности порядка 60 детей. Однако количество воспитанников с особенностями психофизического развития постоянно сокращается, что автоматически приводит механизм реорганизации школы в действие. Говоря об этой проблеме, Константин Сумар подчеркнул необходимость сохранения коллектива и площадей учреждения образования, не исключая создания на его базе оздоровительного комплекса. Тем более, что этот вопрос – один из актуальных, часто возникающих у жителей города Ганцевичи. «Надо спортивный комплекс, ну такой именно, как такой марин, в столе, не в столе, не там, с плавательным бассейном, с всеми различными залами, тренажерными и так далее. Надо это, и это будем. Но сейчас это надо примерно 150 миллиардов рублей. Я, может, толкару стою, потому что и там эту тему надо будет людям об этом сказать. «Надо это строить. У нас Дорогичи не осталось, нет. И Иваново нет ничего. И Ганцевичи нет». «Ляховича нет». «Ляховича, Радом и Ляховича. Ну тоже это вот четыре района, которым нам надо будет перспективы делать. Поэтому, кто будет жить и работать, конечно, со временем надо будет строить такие сооружения, потому что дети должны иметь возможность где-то учиться плавать, где-то другими видами спорта заниматься». «В связи с тем, что развивается в Республике Беларусь сеть специального образования, это открытие интегрированных классов, это открытие коррекционных пунктов на базе общеобразовательных учреждений, это большое внимание уделяет инклюзивному образованию. Численность наших воспитанников сокращается. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Наш весь коллектив творческий, все наши педагоги уделяют очень большое внимание качеству специального образования. И мы надеемся, что нашим детям в стенах нашей школы комфортно, уютно и хорошо». Следующий социально значимый объект, который посетил губернатор – территориальный центр социального обслуживания населения, открывшийся в минувшее воскресенье. Событие для сотрудников центра знаковое. До этого им приходилось работать в арендуемых помещениях. Сегодня на учете учреждения состоит около 9,5 тысяч человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые могут получить в центре не только профессиональную помощь специалистов, психологическую или гуманитарную. В этом социальном учреждении они могут почувствовать себя защищенными, окруженными теплом и заботой. В том, что работники центра – люди, преданные своему делу, сомнений нет. «Человек уже сам по себе, который приходит в эту сферу, он уже знает, с какими трудностями соприкасаться. А то человек уже знает, что ему надо набраться терпения, а то человек знает, что ему надо душевной теплоты набраться. Для того, чтобы человек приходит с физическими какими-то недугами своими, он получил отдачу не только в плане профессиональных каких-то услуг, но даже в плане человеческого отношения, такое теплое отношение, оно иногда больше помогает, чем, допустим, то же лекарство, которое потом приписывают врач». Торговые объекты завода «Пищевик», медицинские учреждения города Ганцевичи стали завершающими пунктами рабочей поездки. Особый интерес у губернатора вызвала станция переливания крови, на которой содержится единственная в Беларуси линия по производству такого препарата, как альбумин, получаемого методом ультрафильтрации. Более того, станция перерабатывает 10 тонн плазмы, в то время как по всей стране эта цифра достигает отметки в 45 тонн. Это делает Ганцевическую станцию переливания крови стратегическим объектом не только для области, но и для страны. Однако для полноценной работы учреждения необходим капитальный ремонт второго этажа и современное оборудование. Почти аналогичная ситуация и в центральной районной поликлинике. Проведение коммуникации, а также модернизация лаборатории некоторых кабинетов – все это позволит здравнице нормально функционировать. Встреча губернатора с населением Ганцевического района стала продолжением напряженной поездки Константина Сумара. Каждый желающий мог рассказать руководителю области о наболевшем, задать интересующий вопрос и даже преподнести губернатору подарок. Капитальный ремонт дорог и льготное кредитование жилья, реконструкция фермы, обновление городской бани и даже покупка баяна. Приметы разговоров были полярно разных тематик, но на каждый вопрос нашелся ответ. Едучи сюды, так само люди мене сустракали и просили, как я попросил вас, насколько это махчима, выделить из областного бюджета грошовые сродки для финансования прокладки водопровода по инших улицах и так само продолжить его прокладку по тих улицах, по которым он уже есть, а не только, как я сказал, в центре вездки. Все вопросы, может быть, они могут показаться на первый взгляд неожиданный, но человек задает, потому что он для него важен. Я не раз об этом говорю. Если человек задает вопрос, его надо стараться максимально решать, потому что для человека это важный вопрос, жизненно важный. Заключительная часть своеобразной инспекции Ганцевического района – личный прием граждан. Подводя итог, Константин Сумар отметил, что Ганцевщина должна развиваться активнее, пополнять свой бюджет, а проблемы стараться решать своими силами. Ганцевщина должна не рассчитывать, что надо много получать. Ганцевщина имеет возможность работать лучше, эффективнее, пополнять свой бюджет. И те проблемы, которые есть, обязательно самим справляться и их решать. Что касается медицинских учреждений, что касается дорожного строительства, что касается водоснабжения, конечно же, область будет всячески помогать этому региону, потому что есть проблемы, которые они сами не решат. Вот на это можно рассчитывать. Виктория Дрогобецкая, Виктор Халявка, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Совсем скоро, 4 декабря, Брестская область будет отмечать свое 75-летие. Брещина сегодня один из самых динамично развивающихся регионов суверенной Беларуси, с развитой экономикой, промышленным и сельскохозяйственным комплексом, социальной инфраструктурой. Современная Брещина – результат огромного труда людей нашего края, талантливых и ярких, уникальных и неповторимых. Их общие усилия делают нашу землю цветущей, развивающейся, уверенно идущей к намеченным горизонтам. Брещина устремлена в будущее. Среди тех, кто заботится о благополучии родного края государства, огромная армия таможенников, стоящих на страже границы Беларуси. 20 ноября Брестская таможня отпраздновала свое 75-летие. Об истории длиною 3 четверти века расскажет Лариса Осмолович. Брестская таможня – одна из самых крупных на всем постсоветском пространстве. Западные ворота таможенного союза. Эти слова актуальны сегодня. За 75 лет она выросла и количественно, и качественно. Регион ее деятельности, вся Брестская область, исторически сложилась, что именно здесь концентрированы финансовые и товарные потоки. Брестская таможня участвует в реализации экспортной и импортной политики государства, пополнении бюджета, обеспечении экономической безопасности и укреплении авторитета государства. А основным лицом, который повседневным трудом решает поставленные задачи, был и является инспектор таможни. Благодаря добросовестному отношению к исполнению служебных обязанностей, напряженной работе всего коллектива, таможня стабильно выполняет задания по наполнению государственного бюджета. Всемирно способствует внешнеэкономической деятельности, транзитной привлекательности Беларуси. Сегодня можно сказать, что Брестская таможня достойно выдержала испытания временем. Несмотря на все возрастающее значение информационных технологий, успех Брестской таможни определяет в конечном итоге люди, нацеленные на результат, обладающие необходимыми знаниями, опытом, профессионально подготовленные, ответственные и преданные службе. За долгие годы работы сделано очень много, но главные изменения произошли в последние десятилетия. Реконструированы старые и построены новые пункты пропуска. Варшавский мост и Макран, и Козловичи-2, и Домачево в 2013 году прошла торжественная церемония закладки капсулы фундамент международного пункта пропуска Пещатка. И в скором времени он будет введен в эксплуатацию. Мы, наверное, сделали эти пункты пропуска современные, на современном, говорят, дизайне, в современной архитектурной форме сделаны эти пункты пропуска. И поэтому я не думаю, что нам придется их реконструировать по новой. Они приспособлены уже будут на многие-многие годы. Всему учились, поэтому у нас были и взлеты, и были падения, но тем не менее, как говорится, мы выдержали это все. И сегодняшнее состояние таможенных органов Беларуси как раз это и подчеркивает, и подтверждает. В зоне внимания брестских таможенников участок границы протяженностью 648 километров. В структуре таможни 28 функциональных отделов. Чтобы понять всю значимость таможенной профессии, достаточно знать лишь один факт. Ежегодный вклад Брестка таможни в доходную часть государственного бюджета Беларуси – триллионы рублей. Это непосредственно граница Брест сегодня, Брестская таможня. Это граница между таможенным союзом. А что такое таможенный союз? Это от Бреста до Владивостока. И Европейским союзом. Это опять же от Бреста и до Лиссабона. И мы обязательно должны использовать вот эти преимущества. Тысячный коллектив брестских таможенников обеспечивает все финансовые операции, обрабатывает и готовит многочисленные документы, совершенствует технологии контроля и разрабатывает методы противодействия нарушениям таможенного законодательства. По делам, говорят в народе, и награды в торжественной обстановке лучшим из лучших были вручены благодарности и грамоты от руководителей областной и городской вертикали – правительственные награды. Мне очень волнительно сегодня быть и в самом городе Бресте, и в таможне поздравить ее с юбилеем. Волнительно потому, что, так скажем, для меня Брестская таможня, можно сказать, родная. Пять лет практически я работал начальником таможни, приятно видеть знакомые лица таможни, я это знаю. Ну и пользуясь случаем, конечно же, поздравить с этим юбилеем прежде всего ветеранов Брестской таможни, благодаря которым закрепилось за Брестской таможней такое именование, как «Западные ворота Советского Союза», час ворота таможенного союза, пожелать всем успехов, здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Достижение Брестской таможни за три четверти века – итог работы людей в форме белорусских таможенников. Воля, профессионализм и знания, опыт и интеллект, патриотизм и желание совершенствоваться, составляющие их непростой профессии. И впредь таможенники Брестщины будут грамотно и оперативно решать ответственные государственные задачи по защите экономических интересов в Беларуси, честно служить Отечеству. Желаю, чтобы каждый из вас чувствовал себя на рабочем месте нужным и полезным, чтобы каждый рабочий день был результативен, а служба приносила удовольствие. Это будет хорошим стимулом для движения вперед и непременным условием для успешной деятельности Брестской таможни. Крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии оптимизма, мира, добра и счастья вам и вашим близким. Лариса Осмоловича, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Эхо Великой Отечественной войны, завершившейся практически 70 лет назад, до сих пор подается временникам отголоски из прошлого. И по сей день ведутся архивные поиски секретных документов, позволяющих открыть глаза на новые, неизвестные подробности тех далеких лет. До сих пор поисковые батальоны ведут раскопки, чтобы по хорошей православной традиции с почестями провести в последний путь тех, кто не узнал, что такое победа. Последние несколько лет работа 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь на территории Брестского региона ведется довольно успешно. Более 2,5 тысяч солдат войны обрели свое последнее пристанище. На этой неделе состоялась церемония перезахоронения останков советских военнопленных немецкого лагия госпиталя «Ревир», находившегося на территории города над Бугом. Анастасия Наздрин-Плотницкая продолжит тему. В первый по-настоящему зимний день останки 784 военнопленных немецкого лагеря госпиталя «Ревир» обрели свое последнее пристанище и были преданы земле со всеми воинскими почестями. Они были обнаружены в ходе работ 52-го отдельного специализированного поискового батальона, который на протяжении последних трех лет занимался раскопками в Берестейском регионе. За это время удалось обнаружить останки 2674 погибших, значившихся до этого в списках как пропавшие без вести. Некоторых удалось идентифицировать благодаря специальным медальонам. В течение поискового периода 2014 года были изгумированы останки 784 погибших военнопленных рабочих христианской Красной Армии. В ходе этих работ были обнаружены 9 медальонов. К сожалению, в трех медальонах вкладышей не было, они были пустые. В одном медальоне вкладыш сгнил под воздействием природным. И четыре вкладыша у нас удалось достать и прочитать. Трагедия лагеря госпиталя «Ревир» под Брестом до сих пор остается в каком-то смысле загадкой для поисковиков. В списке немецких лагерей он не фигурирует. Нет ни его номера, ни точного количества, а тем более именного списка тех, кто там содержался. С первых дней войны фашисты сгоняли в него взятых в плен воинов от Белостока до Демблина, защитников цитадели, участников боев в районе Бреста, что бы приблизительным подсчетом историков составляет порядка 15 тысяч человек. Однако специалисты выдвигают свое предположение и о том, что были и те, кому удалось сбежать из плена ада через канализационные пути. Здесь, скорее всего, была канализация действительно хорошо налажена. Канализацию отстраивали поляки, они делали ее добротно и довольно-таки широкую. Скорее всего, что такие побеги здесь, конечно, были. Обладатели четырех найденных медальонов – выходцы из разных уголков России и Чувашии. Они были призваны военкоматами незадолго до начала Великой Отечественной войны и проходили службу под Брестом. Связь военнослужащими у родственников прекратилась в первые месяцы войны. Теперь, благодаря работе поисковых батальонов, о том, где захоронены эти герои, будут знать не только родные погибших, но и те, кто будет проходить или проезжать мимо. Многое о лагере «Ревир» пока неизвестно. Однако и представители вертикали власти, и историки будут делать все возможное, чтобы эта трагедия не была забыта. Городские власти уже третий год проводят эти работы, и мы намерены эти работы продолжать и впредь. Потому что, наверное, было бы не совсем корректно строить новые микрорайоны, новые объекты на тех землях, где лежат останки наших незахороненных солдат. В Брестской крепости есть еще останки людей, не преданных соответствующим образом земле. Правильно было сказано, что эта работа должна и будет продолжаться. И я не сомневаюсь, что память о защитниках нашей отчизны будет всегда в наших сердцах, в сердцах брещан, всех, наверное, добрых людей на нашей земле. Анастасия Наздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговую программу «Букинформ». Продолжаем разговор об интересном, актуальном и важном. В этом году Брестский областной психоневрологический диспансер отпраздновал свой юбилей. Ровно 50 лет назад в городе над Бугом появилось учреждение, где врачеватели душ человеческих каждый день помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В честь круглой даты в городе над Бугом прошло праздничное мероприятие, на котором представители областной и городской вертикали выразили огромную признательность, уважение и благодарность тем, кто выбрал для себя нелегкий путь помогать людям, облегчать боль, дарить надежду на выздоровление, а порой и спасать жизнь. Ведь здоровье – самая главная человеческая ценность. Подробности материалей Виктории Драгобецкой. Сегодня Брестский областной психоневрологический диспансер – головное учреждение психиатрической службы области, в котором пациенты получают различные виды психологической помощи, будь то лечебно-консультативная или психиатрическая. Более того, диспансер является базой для прохождения стажировки интернов, что автоматически придает медучреждению статус настоящей кузнец и кадров. Ежегодно порог одного из старейших зданий в городе переступает более 100 тысяч человек, нуждающихся в помощи врачевателей души. Благодаря добросовестному, кропотливому труду всех сотрудников учреждение достигло уровня современного лечебно-профилактического учреждения областного уровня. Именно областного уровня. То есть мы осуществляем диагностику и лечение сложных случаев заболеваний со всей области. Учреждение является базой для прохождения интернатуры молодых врачей. То есть мы кузница кадров для всей области. И те наработки, те задатки, практические навыки, умения, которые врачи будут применять в дальнейшей жизни, они получают у нас. Все кадры наши являются высоко квалифицированными. Коллектив сложился, коллектив грамотный, получал неоднократно награды как лучший коллектив в области по оказанию психиатрической помощи. Неоднократно наши врачи награждались в номинации лучший врач-психиатр Республики Беларусь, лучший врач-психотерапевт Республики Беларусь. Имели ряд областных наград. Одной из таких титулованных осов в белом халате является Людмила Калитюк, заведующая отделением дневного стационара и центром пограничных состояний. Доктор сделала выбор в пользу психиатрии, еще будучи студенткой, и ни разу не пожалела. Работа – это почти все, признается Людмила Романовна. Каждый день врач-психиатр беседует с огромным количеством людей, которые в буквальном смысле слова изливают доктору душу. После такого количества не самых легких исповедей, от эмоционального выгорания спасает дружная атмосфера в коллективе, где один за всех и все за одного. Несмотря на то, что профессию психиатра можно смело назвать тяжелой, Людмила Романовна считает ее самой лучшей. Это самая любимая работа. Врачевание человеческих душ, наверное, это самое главное. Если у человека душа здорова, если она поет, если радуется жизни, он будет и психически здоров, и физически здоров. И, естественно, работоспособен и приносить радость себе, и своим родным, и окружающим, и быть полезным в обществу. У нас люди, сплоченный коллектив, работают долго, но новые тоже, когда приходят, сразу видно. Уйдет человек или останется, болит душа у него за работу или нет. Ну, стараемся, работаем. Стараемся, чтобы пациентам нашим было комфортно, потому что они приходят со своими проблемами, надо каждому уделить внимание. Вы считаете, что вы на своем месте? Думаю, да. Надеюсь на это. На торжественном мероприятии, посвященном 50-летию со дня образования Брестского областного психоневрологического диспансера и Людмила Калитюк, и Валентина Комиссарчук, были в числе тех, кто получил заслуженные грамоты за добросовестный и безупречный труд на профессиональном поприще. Их порядка 20. Кстати, на достигнутом сотрудники диспансера останавливаться не собираются. Ведь именно в вопросах здоровья, где каждая минута дорога, фраза «идти в ногу со временем» становится настоящим девизом. Такими мыслями руководствуется Николай Скаскевич, говоря о планах головного учреждения психиатрической службы области. Что касается наших планов, то хотелось бы, конечно, закончить ремонт структурных подразделений, которые начаты в текущем году. Второй момент – это, конечно же, не останавливаться на достигнутом. Конечно, это развитие интеллектуальных ресурсов наших сотрудников, в первую очередь, чтобы мы все-таки шагали в ногу со временем. На праздничном мероприятии в адрес медперсонала Брестского психоневрологического диспансера звучало много теплых слов от представителей городской и областной вертикали. Но все же поздравление главного врача – самый ценный подарок для коллег, которые, как никто, знают настоящую цену здоровью души. Я хочу поздравить сотрудников с этим юбилеем, тех, кто пришел и не пришел к нам на мероприятие в силу различных причин. Хочу пожелать вам дальнейшего развития в своей профессии, профессионализма и высоких морально-этических качеств, которые должны присутствовать в нашей профессии. Виктория Дрогобецкая, Кирилл Липовик, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Здоровье никогда не потеряет своей цены в глазах человека. И в довольствии, и в роскоши плохо жить без него, сказал писатель и публицист Николай Чернышевский. Его слова с точностью передают значение важной составляющей жизни любого человека. Все мы хотим иметь красивый внешний вид и хорошее самочувствие, но, к сожалению, часто забываем, что все это зависит от того, насколько человек заботится о себе. Слова словами, а как показывает практика, на деле все гораздо сложнее. Для того, чтобы напомнить людям о значимости здорового образа жизни, в Бресте ежегодно проводится целый ряд профилактических мероприятий, одним из которых стал проект «Здоровый выбор». О ярких моментах акции расскажет София Бережная. Современные люди часто ленятся соблюдать элементарные правила ведения здоровья, здорового образа жизни, не говоря о том, что многие из них, помимо всего прочего, имеют пристрастие к вредным привычкам. Как устоять перед соблазном и помочь своему организму быть в форме? Ответы на эти и другие вопросы получили учащиеся средней школы номер 7 во время профилактических бесед со специалистами Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Пристальное внимание во время диалога было уделено проблеме никотиновой зависимости. Дети должны себе усвоить, они должны понимать, что сегодня действительно у них есть шанс быть здоровыми, успешными в своей жизни. И учитывая, что сегодня комплекс факторов негативных и желание попробовать, испытать на себе, это относится к психоактивным веществам. Вот это самое опасное явление, социально-злободневная проблема, которая беспокоит и медицинскую общественность, и общество в целом. К Международному дню не курения специалисты подготовили большую образовательную программу. Учащимся 4-11 классов в школу номер 7 были продемонстрированы видеофильмы, представлены выставки. Для школьников были проведены тематические классные часы. После беседы со специалистами старшеклассники делили знаниями с младшими товарищами, рассказав об опасности табачной зависимости, о ее необратимых последствиях. Сегодня мы объясняем о вреде курения детям и объясняем, как сказаться правильно, и как уйти из компании, которая курит. Мы объясняем вред здоровью, который наносит курение, и как оно влияет на жизнь. Следующим этапом профилактической работы брестских эпидемиологов в рамках проекта «Здоровый выбор» стало проведение воспитательно-развлекательного мероприятия совместно со специалистами и волонтерами из столицы, которые приехали в город над Бугом на не совсем обычном транспорте, на поезде здоровья, на протяжении движения состава по маршруту Минск-Брест в нем проходили информационные беседы с пассажирами на тему важности здорового образа жизни. К слову, подобную инициативу минские организаторы и участники проводили впервые. Министерство здравоохранения ежегодно инициирует проведение вот таких вот информационно-образовательных акций. Они проводятся по-разному, всегда присоединяются регионы, это, как правило, республиканские акции. И вот, наверное, таким новым в проведении этой акции стало проведение мероприятия, которое называется «Поезд здоровья». Суть этого мероприятия состоит в том, что сегодня из Минска в Брест отправился поезд, в котором в одном из вагонов проводили консультации специалисты республиканских организаций здравоохранения. Это онколог, кардиолог, нарколог, психотерапевт и врачи-валеологи нашего центра. Немецкий поэт Генрих Гейн написал, «Единственная красота, которую я знаю, это здоровье». И это истинно выдержало испытание времени. Люди, которые следят за собой, проживают долгую счастливую жизнь, редко болеют, а потому не знают проблем, в отличие от тех, кто пренебрегает им, тем более поддаются влиянию вредных привычек. Решить эту дилемму, конечно, должен каждый сам. Школьники Брещины и Мичины участники профилактического проекта свой выбор уже сделали. Они за здоровый образ жизни. Вы смотрели итоговую программу BookInform. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. В воскресенье погодные условия в Брестском крае будет определять в основном малоподвижный атмосферный фронт, теряющий свою активность на фоне роста атмосферного давления. Повсеместно в области туман, изморозь, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха ночью 0,2 градуса. В течение дня воздух также не более 2 градусов выше нуля. В понедельник, 24 ноября, Беларусь попадет под влияние холодного антициклона, смещающегося с верхней Волги на среднее Поволжье. В этот день на Брещене будет пасмурно, ожидается обильный снег. Ночью и утром местами слабый туман, изморозь, на дорогах сохранится гололедица. Ночью синоптики прогнозируют понижение температуры до 4 градусов, днем до плюс 2.